Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного поверхностного отношения к инвалидам. Это лишь отрывок из видео с речью президента страны Владимира Путина. Наталья настояла на том, чтобы нашу беседу начать с нее. Сыну женщины-подростку с редким генетическим заболеванием Александру Лощинину отказали в дальнейшей учебе в дистанционном центре образования для детей-инвалидов. Причина нет мест. К тому же у юноши несколько троек в табеле за прошлый год. Наталья с такими аргументами согласиться не смогла. Я не хотела поднимать войны или что-то, но когда я вижу само обращение ко мне, как на меня давят, чтобы я не билась за эту школу, чтобы я ребенка просто посадила дома, это унизительно. Намекают на то, что он не сдаст ЕГЭ, хотя по закону он и не должен сдавать ЕГЭ. О высшей школе в их семье пока речи не идет, а вот без среднего образования и общения с педагогами Александр, который из дома практически не выходит, он привязан к этим медицинским аппаратам, просто замкнется в себе. Кстати, единственный в крае дистанционный центр для обучения детей-инвалидов отказал нынче не только Саше. Юрий Рыжков из Бийска с диагнозом ДЦП оказался в такой же ситуации. В центре он учился с третьего класса. Как мы сегодня выяснили, попасть в 10 класс удалось нынче лишь 11 из 39-классников центра. Именно столько бюджетных мест выделено в этом году. И большее количество учащихся здесь просто не в состоянии принять. По отношению к ребенку никаких субъективных моментов, ни к одному из детей у нас не бывает в принципе. Это первое. А второе по поводу того, есть ли у нас заведения, они у нас есть и в Алтайском крае, и платные, и бесплатные, и на базе музов, и на базе колледжев. Как нам сообщили в центре, кроме Саши Лощинина все дети будут продолжать учебу, правда в разных заведениях. Куда пристроить ребенка родители искали сами. К примеру, Юра Рыжков будет учиться в Новосибирском колледже. У нашей героини Натальи информация другая. Говорит, что места для дальнейшей учебы не нашли многие. Она между тем продолжает бороться. В Министерстве образования края, куда на днях обратилась женщина, ей пообещали, что Саша будет учиться. Правда, после того, как в краевом дистанционном центре проведут так называемую корректировку. Просто в сентябре сейчас у нас проходит уже последний этап зачисления. И есть те родители, которые передумали, решили, что ребенку лучше будет обучаться в образовательной организации по месту жительства. Есть родители, которые не в полном объеме предоставили пакет документов. И поэтому вот такие дети у нас и выбывают, а дети на вакантные места зачисляются. Саша начнет учиться с 23 сентября. Проблема, казалось бы, решена. И в Министерстве образования говорят, что такая возникла впервые. Возможно, с ее учетом пересмотрят государственную норму дистанционного центра. А это обучение в течение года. Всего 180 школьников с 1 по 11 класс со всего края. Татьяна Голубева, Александр Антропов, Андрей Печоркин. День с толком.